Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Анастасии Терехова. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольской региона на этот час. Владимир Якушев и Александр Муор осмотрели социальные объекты Тобольска. Парк в 11 микрорайоне ждет комплексное обновление. В будущем здесь появится Менделеев парк – семейная зона отдыха. А в рамках комплексного благоустройства кремлевского ансамбля, начиная с 2019 года, отреставрировали фасады, отремонтировали часть объектов, теперь занимаются озеленением. Задачу возродить былую красоту Тобольска еще в 2003 году поставил президент России во время своего первого визита в духовную столицу Сибири. С тех пор проделана большая работа. В период, когда формировалось именно у людей доверие в то, что мы можем сделать это своими собственными руками, вот это был самый непростой период. Но, слава богу, мы его прошли. Мы видим сегодня, как прекрасно выглядит город Тобольск. И я думаю, что нет предела в совершенству. И вот сейчас мы, побывав уже по новым объектам, что на сегодняшний день задумано, что необходимо еще сделать, чтобы город стал краше, это уже совершенно другой период. Число заболевших коронавирусом в Тюменской области стабильно уменьшается. За прошедшие сутки их 240. Выздоровели 158 человек. Специалисты напоминают о необходимости вакцинации от коронавируса. Причем это важно привиться и от гриппа, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что при одновременном попадании в организм этих вирусов угроза для здоровья человека возрастает. По словам Анны Поповой, между прививками от ковида и от гриппа должно пройти не менее месяца. К примеру, сначала можно поставить вакцину от ковида, а через месяц от гриппа или же наоборот. Кстати, в Тобольскую больницу уже поступила первая партия вакцины СОВИГРИП. Она состоит из трех компонентов. Поставить прививку можно во всех филиалах поликлиники. Более 3,5 километров тепловых сетей в двухтрубном исполнении заменили в Тобольске в рамках кампании по подготовке к зиме. Работа шла на 31 участке в разных частях города. Причем часть объектов реконструировали без отключения горячей воды. После проведения работ особое внимание восстановлению дорожного полотна и благоустройству территории. До конца сентября подрядчики должны привести все в порядок. А в течение нескольких следующих дней специалисты СОВИГА проведут контрольные осмотры, устранят возможные дефекты и отладят температурный режим на энергообъектах. Сроки подачи тепла, по словам специалистов, зависят от оперативной работы управляющих компаний на внутридомовых сетях. В одной из проблемных управляющих компаний Тобольска под названием Нижний Посад сменилось руководство. Некоторое время не было понятно, куда обращаться жильцам. Теперь они могут позвонить по телефону 33 39 07. Новая команда уже начала активную работу с домами. Как это происходит, расскажут наши корреспонденты. Светлана Богданова – новый директор управляющей компанией Нижний Посад. За то время, пока менялось руководство, работы накопилось немало. Теперь Светлана Валерьевна усердно берется за дело. С 20 сентября мы запланировали уже проведение общих собраний в каждом доме. И надеемся на активных жителей, что они придут на эти общие собрания. И мы соберем все заявки, все вопросы, которые их волнуют. На основе их составим план работы и будем по мере сил и возможности их выполнять. Больше всего вопросов от жильцов поступает по уборке подъездов и придомовых территорий. А тема отопления самонасущная. Управляющая компания Нижний Посад обеспечивает теплом 35 домов. Из 35 домов практически все дома у нас на сегодняшний день промыты. Ну там есть дома, которые с печным отоплением. У них требовалось промывки 31 дом. Шесть домов у нас отходят от этой компании в компанию Сантел. Там жители переголосовали, то есть выбрали иную компанию. А жители домов, где управляющая компания Нижний Посад уже сейчас активно общаются с руководством. Открыт офис на 3-й трудовой, где они осуществляют сейчас будут прием граждан, принимать заявки. Заключили они договор подрядной организации. Организация, которая будет обслуживать, она же сейчас на сегодняшний день промывала дома. Я присовывала эти дома совместно с Уэнкой. Они принимали эти дома. Управляющая компания приглашает жильцов трудоустроиться на работу техническими специалистами или проводить уборку. И сообща создавать комфорт по месту жительства. Ольга Куричко, Шамиль Гулеев, Михаил Куричко. Тобольское время. Школьник из Тобольского района стал участником открытого урока с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие прошло в детском центре «Океан». Представлял Тюменскую область 11-классник Артем Домнин из села Овсяниково. На урок с главой государства пригласили школьников, которые стали победителями Олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Темы для беседы на уроке были разные, но особое внимание уделялось истории. История – это не просто набор цифр, имен, событий. Как я уже сказал, это фундамент самого гуманитарного знания. Потому что на основе всего, о чем я только что сказал, мы можем посмотреть на то, что происходит сегодня. И как нам нужно вести себя в будущем. Артем Домнин имеет разные достижения. Весной 2021 года, в пик пожароопасного сезона, он неоднократно помогал добровольным дружинам тушить пожары, спасая родное село от огня. Относительно недавно я участвовал в работе с проектами, занял там первое место. То есть это был проект по борьбе с пожарами. То есть это также был показ нашей пожарной дружины. Природные пожары – далеко не единственная сезонная угроза жизни людей. В Тобольске три табуляка пострадали от угарного газа при сушке овощных ям в гаражах. Все из-за несоблюдения мер безопасности. Как уберечь себя и своих близких при подготовке помещений для хранения овощей, узнала Наталья Китова. Начинается сезон сбора урожая. Иногда владельцы овощных ям сушат их, не соблюдая правила пожарной безопасности. Разводят внутри костры, используют печки-буржуйки, самодельные электронагревательные приборы. При этом оставляют овощные ямы без присмотра. Нередкость, когда дачники не выдерживают время после просушки. За месяц в Тобольске уже произошло три несчастных случая. За прошедшие несколько недель уже осеннее, вот конца лета, имели место случаи несчастные с последствиями для людей, для здоровья, при подготовке овощных ям к зиме. То есть люди получили отравление организма угарным газом при топке печи, при нарушении правил пожарной безопасности. Сушку овощных ям следует производить естественной вентиляцией, при постоянном контроле, не допуская детей и лиц в нетрезвом состоянии. Чтобы не причинить вред здоровью, специалисты межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы напоминают жителям правила пожарной безопасности. Меня инспектор уже проконсультировал, что опасно яму сушить открытым пламенем. Я вообще ее не сушу никогда, она у меня потому что металлический кессон, но ее что суши, что не суши. И все засыпаешь туда овощи, и овощи, и влагу все вытягивают сами. Важно помнить, что овощи в процессе хранения дышат, создавая вокруг себя оболочку из углекислого газа. Чем больше его концентрация, тем лучше хранятся овощи, меньше гниют. В дощатых погребах иногда скапливается болотный газ, метан. И то, и другое в погребе без вытяжки представляет опасность для человека. А метан может еще и взорваться. Я одна никогда не хожу в яму. У меня то дочь приезжает, то вот подруга. А так я никогда не хожу. Я знаю, что можно туда спуститься в яму и там умереть, просто задохнуться. Там я картошку храню, банки заготовки, огурцы, помидоры, салаты, все. Запрещается использовать для освещения и сушки овощных ям открытый огонь. Если погреб без вытяжки, не спешите залезть в него. Возьмите обычную метлу или доску пошире и энергично помешайте воздух в погребе. Метан уйдет. Правда, подождать придется еще часа полтора при открытой горловине, чтобы наверняка быть уверенным в безопасности. Наталья Китова, Рустам Розеев, Тобольское время. Внимание водителей на дорогах дети. В Тобольске прошли профилактические акции, направленные на безопасность. Сотрудники дорожной полиции предупреждают участников движения быть особенно внимательными в местах, обозначенных дорожным знаком «Дети». Проявлять осторожность на территориях дворов, школ и детских садов. Сотрудники ГИБДД несут службу вблизи общеобразовательных учреждений, также выявляют грубые нарушения правил дорожного движения, соответственно проводят профилактическую работу для недопущения ДТП с юными участниками дорожного движения. Также хотелось бы обратиться к родителям детей, чтобы перед тем, как отправить ребенка в школу, необходимо повторить правила дорожного движения, как необходимо себя вести на дороге, как правильно переходить проезжую часть по пешеходному переходу, только на зеленый сигнал светофора. Помните, дети – самые непредсказуемые участники дорожного движения. Творческий проект «Арлскилз» – форум премьера Тобольской школы талантов стал победителем первого конкурса грантов губернатора Тюменской области. О том, как будет проходить кастинг, узнала Наталья Китова. Школа талантов стала единственной некоммерческой организацией Тобольска, чей проект победил на конкурсе грантов губернатора Тюменской области. Всего было подано 164 проекта, до экспертной оценки допущено 144. Их оценивали 37 экспертов. «Арлскилз форум премьера» – первый областной проект развития творческих навыков и компетенций детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет в сфере культуры и искусства, которые в настоящее время уже получают знания в данной сфере. Форум представляет собой соединение традиций и инноваций. Он поможет находить компромиссы между классическим художественно-эстетическим образованием детей и возможностями цифровой эпохи. В рамках «Артскилз форума премьера» будут работать образовательные треки по трем направлениям – вокал, хореография и театральное мастерство. Команда экспертов «Артскилз форума премьера» – настоящие профессионалы, которые имеют богатую историю успеха свою и своих учеников. Они из Санкт-Петербурга, Тимени, Москвы. По завершению форума начнет работу публичная площадка в социальных сетях для общения участников. Можно будет обмениваться опытом, впечатлениями, творческими достижениями и компетенциями. Мы, к сожалению, не сможем принять всех участников на участие в форуме, поэтому оставили эту роль департаментом, комитетом и управлением культуры, который рекомендует от каждого района определенное количество лимитированных участников. Форум «Артскилз премьера» начнет свою работу уже с 1 октября. Анастасия Терехова, Наталья Китова, Рустам Рузеев. Тобольское время. В 80-е годовщине депортации немцев посвящена передвижная выставка «Немцы в российской истории». Ее открыли в здании судебной правы на Красной площади. В экспозиции представлены копии уникальных документов, карты, гравюры и фотографии. У посетителей есть уникальная возможность познакомиться с историческим прошлым российских немцев и их национальными обычаями. Еще в средние века купцы немецкого Ганзейского союза поселились на севере нашей страны, а во времена царствования Екатерины II по ее приглашению они начали массово переселяться в Россию. Немецкое происхождение имели поэты Александр Блок, Марина Цветаева, патриарх всей Руси Алексей II. На Урале проживает 95 тысяч немцев, в Западной Сибири – 190 тысяч. Немало их и в нашем городе. Они трудолюбиво, аккуратны и ответственны своими добрыми делами прославляют Отечество. Далее прогноз погоды. О том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. До встречи! Третьего сентября в Тобольске облачно с прояснениями днем плюс 23-26, ночью плюс 15-18 градусов. Ветер южный дует со скоростью 3-4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин